Всем привет, друзья! Как вы видите, я на главных надржах Праги, и мы выезжаем в Линс, правильно я говорю? Да. В Линс на матч к Максиму Талаверу, друзья. Будет сумасшедший влог. Вот такой чемоданчик собран, я не знаю, что взялась, вот я кирпичи, наверное, положила. Мы начинаем. Let's go. Парни. Друзья, поездочку взял, вот такой сумасшедший. А кто взял? Ну ты взял, а на кушать буду я. Yes, sure. И тут мне жныстку. Я, походу, уже увидел, что человечек приготовил мне. А он прячет ее за спину, но я снимаю. И... Это мясо. Оле-оле-оле. Друзья, ну посмотрите, ты что, розовая еще? Мой любимый цвет. Братанчик, привет. Капец, я в шоке, реально. Я в шоке, пацаны. Привет, друзья. Я стою пчелы. Друзья, влог удался. Ой, как красиво. Красиво, да? Да. Сейчас мы проведем рум-тур в квартире Макса Шталлерового. Он говорит, там какие-то бархатные тяги ему прислали. Новенькие, хорошенькие. Педали. Педали. Карпулеты. Ого, троллейбус. Ого. Ого. Нет, мы начнем с того, что они больше нигде не ездят. Смотришь, а может? Нет, в Чехии нет. А, точно. Точно. Автоматические ворота открываются. Талва влог говорит, автоматические ворота, а все на пульте. Я уже снимаю. Красивое. О, у меня тоже такое приложение есть. Какое? Вот, секреты. Все? Да. Заходим. Это area для hair style. Это Dyson. Это Dyson. Yes, of course. Подожди, подожди. Сначала начинаем. Это билетики на золотые. Ой, 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 это билетики. А, Алекс Коваль. Это мне лично. Ой, ой, ой. Инстаграму прямо написали. Серьезно. Это ваша комната. Да. Это мы здесь будем. На третьи две ночи. Ого, ничего себе, он раскладывается. Это вообще. Да. Шахматы. Вижу, кто кого возит шахматы. Как ты попал? А, ну все. А завтра ты заснимите. Проверь. А я проверил. Мы с Настей завтра? Утреннее. Правильно? Это он говорит, типа, вы с Настей завтра позанимайтесь. Она сказала, мы завтра с Настей. Пошли дальше. Пошли, интересная подписчика. Пошли. Кухня это неинтересно. Это чисто женская движуха, да? Слева. Слева. Смешно. Ай-яй-яй, пацаны. Ну какие же они просто нереальные, честно. Ну это по классике. Ну эти вообще карпулеты светятся, Леня. Макси. Ну, Макс по классике всегда в темпах шьет, да? Да. Супер. А скажи, пожалуйста, почему здесь Италия? Это просто такая, типа... Это лимитированные. А, лимитированные? Натальянские какие-то, я понял. Таких не видел. Сегодня так. Давай с двух карток. Тут вы спите, да? Супер. Тут сегодня вы с Максом спите. Давай пройдемся на балкончик, или там грязно? Ну, снимай, снимай. Малолин так... Оператор спит вообще. Вот как телефон... Оператору за это не платят. Ага, да. А, смешно, да? Не, на самом-то деле, прикинь, с утра вот я представляю просто, как бы я, да? Музычка, коврик пытается, какой-то ролик там, раскататься под музычку. Ай-яй-яй, красиво. Там батут стоит, плячек. Пацаны, я тут увидел, короче, такой уголок. Ты обещал в прошлом влоге? Я обещал вообще в прошлом влоге его показать. Да, в прошлом влоге. Обещал показать это в прошлом влоге, но... Сейчас я приехал, и грех это не показать. Макс, покажи. Вот это слепок вообще изначально. Это моя голова. Это твой баштанг, да? Да. Один к одному? Один к одному. Не маленький? Мы все так вместе здесь. Ну, на самом деле. Короче, это твой слепок, да? Сначала мне дали вот такую маску, это пластик. Это пластик, а почему... А пластик, это чтобы привыкнуть. Первое, я покатаю, изготавливал, но это невозможно, Саня. Это худшее, наверное, то, что попробовал в своей жизни. То есть, вот в этой ты пару игр еще... Ну, это какой-то, не знаю, ты супергерой. Ну, тут давят еще так. То есть, в этой маске ты сыграл? Сыграл 10 минут официально. И снял ее? Снял ее и начал. Сколько тебе сказали в этой маске играть вообще? 6 месяцев. 6 месяцев. Человек ее снял на какой месяц? Не на какой-то. 10 минут. 5 недель. 5. Ладно? А, это ж не по мне она, понятно. А ну, можешь одеть мне? Саня, завтра проломили голову. Тьфу-да-тфу. И как? Да не, пацаны, ну в этом вообще не во... Ты что травишь, пацаны? Как в этом играть? Не, ну да, ну да, пацаны. Я всегда думал, чем поможет маска при ударе? Ну, как бы, да, может помочь. Реально, может помочь, но... Это настолько неудобно. Я просто стою, у меня уже все. А представляешь, в центре поля играет? Вот, ты крутишь, и сюда. Танет на кухню. Нет, меня тянет на гангстера. Пацаны, многие знают, что такое пикник. Ну, ребята с Украины 100% знают. Я вообще думал, его уже все сняли с производства. Это муля передала через Лизу, Лиза везла через 10 границ. Ну, можно. Просто каждый чувак в академии или там в какой-то общежитии, который вот, ну, футболист, знает, что такое пикник. Как бы правильно мы не пытались, вот это вот. Вот реально, вот это берешь, багетик, вот так вот макаешь. Дай хорошенько так пайк. Попробуй, Настя. Ну, а что? Чуваки, такой подарочек сделал Макс Лизе на какую-то дату? Нет, просто так. Просто так ты решил взять такой подарочек, да? Поехали. Да я сейчас, да я омуевший. А что ты можешь просто в карты играть? Что ты одела? Настя, сними, а что такое? А что она одела, Лиз? Просто сидели и играем на байло, взяла пешки. Чуваки, Макс забыл наушники дома. Идем передавать просто, у него заезд, он в 9 утра уехал на базу. Сейчас они приехали в отель перед игрой. Идем передавать Максу наушники. А мы передадим лично в руки, либо на ресепшн? Конечно, сейчас перед игрой. Пожелаем удачи. А можем фотосет устроить? Фанатки. Фанатки в номер. Я вам дам в номер, перед игрой нельзя. Прикиньте, только что приходит с лифта главный тренер. Или это не главный тренер? Это не главный, но, короче, какой-то ассистент. И я ему такой, Ола. Просто не знаю, я еще сказал, Ола. Ола. Я сказал, Ола. Вы представляете, меня как попаяло? Я не знаю, зачем вообще я с ним поздоровался. Он мне, я не знаю. Во-вторых, сказал, Ола. Ола. Ну, он еще не знает, что я в футболочке приду на VIP-зону сегодня. А мы билет взяли? Да, да, да. О, да, взяли. Вспомнил ововремя. О, да, взяли. Мы идем в бизнес-клаб. Вот эти девочки из бизнес-клаба, если вы не знали. Мне уже нравится этот подход. Честно. А, мы попадаем в фан-шоу, ребятки. Мы попадаем в фан-шоу. Вау. Красиво. Я бы сюда добавил, пацаны, черные шорты и черные гетры. Было бы вообще стиль. А все розовое, как там, однотонно, мне не очень нравится. Пошли, посмотрим другую форму. Я так понял, что это домашняя форма. Прикольно. Сразу обрезочки. Лиз, подсними, пожалуйста, обрезанные гетры. Блин, это круто. Вот это супер подход. Все вы знаете, что футболисты обрезают гетры, потому что гетер неудобный. Но здесь сразу поджитые гетры. Макса загнали в квадрат, пацаны. Блянь, грудь от него. Пацаны, футбол уже начался. Такие мы. Такой я блогер приехал. Покушать чисто. А мне футбол вообще не интересен. Мы просто сидим, набиваем бурдуги, а футбол идет вот так, да? Знаете, как говорят, когда вот так 38-ая минута, ну и вновь не вляп. Ну, помните. Помните, помните? Да, ну, она там. А, на революции? Ура! Да, пацаны, футбол по расписанию, а сладости трамбуются. Вот так вот. Не показывайте, это Максим. Он ругает? Да, мне не разрешают здесь. Не разрешают. Ну, ну. Мы проведем беседу с Максом. Сладкое всегда одобряется. Да? Ну, в меру, в меру, знаете? Браво, 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 пацаны. Саня Коваль гол поснял. 3-0, пацаны, 3-0. Макс вышел на поле, делал пару связочек. Туда его голевая тарка, пацаны. Ну что, Ласк выиграл 4-0. Зрелищный матч, мне понравилось. Понравилась атмосфера на стадионе. Девочки фоткаются, я в шоке. Макс нас уже ждет, а девочкам нужно пофоткаться. Это святое. Друзья, красиво. Ставлю этому стадиону реально 10 из 10 за атмосферность. Болельщики ультра сумасшедшие. Я кайфанул, я наелся. Респект Максу, опять за то, что пригласил меня на матч за футболочку. 100% вообще, пацаны, вот так вот. Фанаты, 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 фанаты. Сейчас я только выхожу, и будет Молой подбегать. Давай, давай. Вон он бежит, смотри. Ля-ля, бежит нахуй. Сомтаймс, конечно. Вот он бежит, бежит. Так правильно, ты ему говоришь, сомтаймс, иди отсюда. Сомтаймс мы вырежем. Нет, так я вставлю, ты сказал, сомтаймс, иди отсюда. В общем, пацаны сидели минут 40 в випке, там, где мы кушали, там, где я вам показывал, вот с Максом. Расскажи историю интересную, например. Ну да, есть правило, то, что после игры нужно 45 минут, час сидеть в вип-ложке, чтобы фанаты подходили, умели, там, пообщаться, сфоткаться. Ты тоже можешь перекусить. Прикольно. Короче, там просто... Как инвекации с, в общем, с футболистами. Ну, мы зашли на базу, и, если честно, очень... Это все территория огромная, да? И, если честно, очень все простенько и, ну, так вот, по-европейски. Я не знаю, я, правда, вот не хочу загадывать, что там внутри. Что это? Это палец? Угу. Пацаны, ну, touch 1, но только он не срабатывает. Походу, уже все выгнали. А тут тоже touch 1? Везде, по всей территории. Прочитал. Здесь... Физио, там, всякие, да, процедуры? Угу. Да. Потом дальше... Здесь моем буты, но футболки, ну, ты делаешь это сразу на месте. А, то есть ты просишь, вот ты для меня здесь попросил? Да, но здесь все печально. Блин, супер, если честно. Прикольно, что я первый раз вижу, что по рассказам, что именно футболки находятся прямо на базе. Да, потому что здесь кит-зона. Что-что здесь? Ну, для армия, который залезет. А, кипмен, кипмен, да? Да. Пацаны, ну, вот это самое красивенькое, реально, это и для меня. Супер. Я помню, смотрел сериал Манчестер-Сити. Ты можешь даже... Когда там чувак рассказывал, как он чистит буты, как это они все сохнут здесь. Это супер. Ну, и здесь полка с бутами очень много. Хочешь, возьму какие-то? Не, пацаны, если честно, я бы взял вот так вот проще. Если честно, ну, мы это делать не будем, но если ты вот с этой полки возьмешь пару пар, никто не заметил, да? Это видно сразу, пацаны, тренерский штаб. Копочки, ну, это знаешь, это... Ты можешь взять себе тоже. Ну, прикиньте, пацаны, какой эксклюзив для вас. База, ласка, австрия, прикольно. Потом здесь сразу по пару комплектов вещей, поэтому... Поэтому сейчас и для меня хватит, да? Да, конечно. Футболка. Футболочка. Ну, носки нужны? Вот там вообще можешь взять. Или такие вот. Носки обычные какие-то. Ну, выбирай там. Санки приятные. Ну, это сумасшедший по всему. Ну, берешь носочки, ну, любые, или насильные там какой-то. Ну, такие. Тридцать шестого ранения. Поймаю, верно. Поехали. Расписание за все. Здесь расходы всякие, питание, правила. Как нужно быть на базе, типа, в каком... Общие правила, то есть за что штрафы. А, ну, например, штрафы есть какие-то? Обязательно пунктуальность. То есть, то, что время будет регулировано в группу, будут писать. А, например, вот ты... А, например, вот опоздал на тренировку, сколько штраф по деньгам? Хорошо, я думаю, больше нескольких тысяч пунктов. Евриков, да? Да, потом это расписание еды, которая будет в пандемию по выходной. Вот, потом одна для вегетарианцев, вторая с мясом. А есть у вас вегетарианцев в команде? Да, есть, кто не кушает мясо. Прикольно. Потом здесь тоже правила всякие. Здесь день рождения. Вот, потом здесь весь состав. Вот расписание на следующей неделе. Потом расписание игр. Потом еще здесь интересно, то, что каждую неделю пять футболистов, которые отвечают за завтрак. Они привозят хлеб и убирают со стола. Все, в конце. Потом здесь заявка, если вы пишете в грунт. Например, вот, вижу товаров Максима. То, что молодые футболисты отвечают за весь став. За лечи и фишки. Пошли дальше. Тут еще очень интересно есть. Другой пацанал понравится. Здесь мы кушаем постоянно. А здесь шкафчик с тропинами. Да ты что, пацаны. Батончики, коктейли, тропуины, энергия, кофеин, магнезий, цинк, соль. Короче, все, что хочешь, да? Да. Вот это очень вкусная штука. У меня есть коробка в... Дома? В машине. Ну, попробуй. Вот, если понравится, я тебе дам парочку. А это вообще, ну, что такое? Желеки, сладкие желеки с вкусом колы для энергии. Ну, прикинь, вот у тебя закончилась энергия. Ну, тренировки просто, ну, ты чувствуешь слабость. Ты желечку такую со вкусом колы бакс? Здесь еще интересная, вообще, штука, устройство, проверка крови. Каждое утро мы обязаны прийти, взять такую специальную штуку, картриджи. Я могу показать, как это делается. Такая штука. Какая? Ну, для пальца. Ты берешь ее. Это каждое утро обязательно. То есть, стопор, ты приходишь и сразу ты должен... Да, только пришел сразу. Потом берешь эту иголку. Достаешь пробирку. И прокалываешь себе палец. А, ну, покажи. Вот. Ну, прокалываешь. Прокалываешь себе палец. Ты проколол уже? Да, вот. Ахуеть. И после этого подносишь к рубирке. И набираешь... А я сейчас в шоке. Эту пробирку до конца. Ну, а ты... То есть, нормально, да? Ты не боишься вот этого? Потом я уже привыкну. Каждое утро это делаем. Потом берешь гидинфектор. Засовываешь сюда. И вот здесь весь состав, куда нужно поставить. Колонки. Глубная колонка. Я беру просто. Ставлю сюда и ухожу. Потом диетолог берет, вставляет сюда. И там показывает полностью весь отчет по крови. Усталость, не усталость. В общем... Пальчиком кровяным, да? Заходим в зал. Мы сначала идем на велосипеды. Поэтому отключаем свет. Далее и идем в контейнеры следующие. Хуевый ключ взял. Ключ? Не тот ключ взял? Да. Не вставляй, я мутируюсь. У меня мама прошла рация. Пока Макс пошел менять ключ, на самом-то деле хочу сказать, мне очень приятно то, что Макс настолько открыт. То есть я как только говорю, Макс, может, давай снимем какой-то выпуск, он сам все предлагает, расписывает, показывает базу, ну, показывает все по возможности. Блин, это очень круто. Мне невероятно приятно. Прикольно. Много великов. Наверное, многие, да, сразу садятся, типа... Выключаете телевизор, да? Да, включаем. И скайфик. Уже передние именно каменные. у меня бургер с этого VIP вот тут стоит. Нужное время никогда не настанет. Если слушать, только голос внутри. Вообще обуел, пацаны. Не, братан, never see never. Видел такое? Да. see never. No play, no game. Только хотел сказать. А как мне формочка, кстати? Нормально. Сидит, Да. передний уже как, сука, у баба тумба. брат, я видел в TikTok снимаю, что топ-3 песни после Вены. Тебе понравилось. Ты написал, что неплохой рубрик. Неплохо, да. в зале просто не топ-3 песни, топ-1 исполнитель, который вот залетает любая его песня. Включаешь просто 21 и рвешь жилет. И рвешь жилет. Не, ну честно, ну да, все таболисты знают, что такое стабилизация. всякий... я первый раз я сначала возьму слушай за поручни, а ногу надо прямо на центр, да? Да. ебать, ебать. А зачем кто там не? Не, подожди, я просто стоять не могу, надей. Ты не стоять, ты что травишь? Ну подожди, ну давай двумя. Двумя можно? Двумя легче, я думаю. Ну подожди, ну встаю двумя, окей. Типа окей, сейчас я просто стабилизируюсь, подожди. Все, пацаны, даю слово, сейчас встаю. Не, не, я не буду, у меня правый голеностоп уже больной, пацаны, все, хватит. Чуваки, ну окей, там, меня трясло на той станции, да? А вот Макс выставил новую херню для стабилизации, не знаю, не могу понять, надо пройти всю дистанцию, вот. Не, да ты с ума сошел. Аккуратно, ты что травишь? Ну это, я даже пробовать не хочу, то есть. Пять шагов, ты умножай. Пять шагов. Ту херню для стабилизации, бейбан. Глянь, с ума сошел. Ехарай. Я гимнаст. Пацаны, да простит меня мама Максима Талаверова за мат. Реально. Ну, братан, ну я не могу не матюгаться, ну ты прошел просто, ну это гимнастический аппарат какой-то. Попробуйшь? Нет. Я не буду, нет, я не буду. Ну а зачем? Ну сломаться сейчас на ровном месте, пацаны, я же не самострел. У меня тело не готово к такому, понимаете? Я давно уже забыл, что такое тренировки. Пацаны, для вас я говорил с Аней, пройти хотя бы пару шагов. Ебар! Нет, но смысл. Все, слушай мне. Но смысл. Час 10? Час 10. И ты вот так вот, смотри, каждый раз, когда ты чувствуешь, что ты там в игре недостаточно устал, либо сыграл мало игрового времени, ты всегда вот приезжаешь и респект. Ну мало просто, знаешь. Не, ну сегодня, да, понятно, сегодня мало. Ну а бывает такое, что ты, например, сыграл там, например, там больше 70 минут, и все равно такое думаешь, не, блядь. Не, смотри, когда я играю больше тайма, то на следующий день делаю очень сильно прям руки. Потом следующий день выходной, и третий день после игры ноги. Это важно. На самом-то деле, бацаны, реально это очень важно. Блядь, работать над своим телом, работать над собой, пацаны, блядь, это не пустые слова. Я клянусь. Десять вечера, и наоборот, даже, мне кажется, заряжаешься какой-то энергией такой. То, что работаешь не для кого-то, чтобы кто-то увидел, а вообще когда-то. Да, пацаны, то есть, знаете, вот, многие бы сказали, знаете, вот, реально, многие говорят, да, это все показуха, пацаны, десять часов вечера, темнота. Вот, темнота, но никого нет, пацаны, охраны нет, я даже не знаю, где охрана. Пацаны, ну никого нет, ну все, ну темно, ну темно. Это кайф, пацаны, это супер. То есть, это реально, знаете, я много, пацаны, я тоже видел много таких, знаете, вот этих рассказчиков, показушников, которые при тренерах приходят в зал, закачаются, там что-то работает. И то они работают так, через хер собачий, пацаны. А вот это настоящая работа, когда все, начало одиннадцатого, люди уже спят в люле после игры, человек работает. Ну, короче, много говорить не будем, собираемся, купаемся, едем домой и отдыхаем. Мне кажется, мне кажется, если, когда отдох сам, оно и внутри как-то себе приятнее, знаешь? Нет такого у тебя, когда сам работаешь, приятнее как-то. Ну, когда ты знаешь, ты чувствуешь, что это то, что ты себя, типа, переборол и приехал, наверное, так? Ну, да, да. Переборол, приехал, включил любимую музыку, никого рядом, никто не занимается, ты как будто отдыхаешь. Вот для меня это будет больше отдых, знаешь, приятный такой. Ну, я отвык, понимаешь, у меня, насколько я уже упустил это, типа, понимаешь, у меня уже пошла чуть другая жизнь. Вот как будто бы я не чувствую этого кайфа, понимаешь? Потому что я чуть-чуть вот, все, я разобран. Ну, мы тоже говорим то, что никакой показухи и ты выложишь на аудиторию 20 тысяч. Не, ну, подожди, братан, ну, в смысле, я освещаю свою жизнь, я освещаю твою жизнь, людям интересно, типа, ну, знаешь, да и для меня контент какой-то, ну, почему нет? Ну, а что, ну, типа, это же не значит, что мы там, типа, хвастаемся этим, мы просто показываем свою жизнь, как ты проводишь каждый, каждую неделю. Touch ID, о, давайте проверим, пацаны, сейчас есть такой вариант, что Touch ID не сработает, просто смотрите. Мы домой не уедем, блин. Браво, браво, браво. А Лизе хотел звонить, чтобы на такси не было. Браво, браво. Сейчас самое приятное для спортсменов. Надеюсь, наш диетолог не будет смотреть. А он думает, Танаксу смотреть Саню Ковалева. Быстренько шейк себе делай. Шейкер, шейкер, ебать. Просто протеин. Протеин. А можно вкусненький какой-то протеин? Ну, конечно. Для тебя, Саня, самый вкусный. Ай-яй-яй. Берем молочко. Макс диетолог здесь. Бананы закончились? А мне бананы как раз не нужны. А ты овсянку? Конечно. А мне без овсянки. Почему? Или ты думаешь, это супер? Нет, это просто. Это просто супер. Это просто супер. А вот этот ждет, если вы чистенький тебе дома. Да, да. Это, это вот вкусно. Такой протеин не пить хочется, да? Ой-ой-ой. Подожди, а ты же не добавлял банан? Нет. Вкус банана как будто бы. Да, он в самый хлопец, конечно. Брат, вот есть... Такой протеин хочется пить бедрами просто. Такой подарочек тебе маленький. Это с какими-то ягодами и витамины. И пауэр. Это тоже типа притренок? Без сахара. Нет, это просто как витамины. Это марго. С зарплаты спишут. Процентов 70. Мы посадили накормить витамины. Я допью. Атал выливает мой протеин. Я за протеин сейчас галик. Погодка вообще супер, да? Да, я вышел в футболочке с кайфом. Лучшее вообще ощущение вот так после тренировки, когда выхожу. Так ветерок, знаешь. Сидишься в машинку, музычка. Едешь домой и вот это реально самое лучшее. Вот целый. Редактор субтитров А.Семкин